Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Программа Экономика. Программа Экономика. В связи с этим, собственно говоря, все регионы с самого момента реализации этого проекта высказывали за то, чтобы, собственно говоря, эту норму закон отменить. Теперь власти отменяют нормы, которые позволяли держателям УЭК использовать ее как удостоверение личности и получать с ее помощью госуслуги. В Кировской области за 4 года выдано 2500 УЭК. Региону это обошлось более чем в 4 миллиона рублей. Экономика. На 101 ФМ. К другим новостям. На директора Радужнинского завода металлоконструкции завели дело. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в течение двух лет директор предприятия скрыл более 3,5 миллионов рублей, за счет которых должно было осуществляться принудительное взыскание задолженности по налогам и сборам. Имущество Белохолуницкого машстройзавода продадут единым лотом. Такое решение было принято на собрании кредиторов по инициативе налоговиков. Изначально планировалось выставить на торги 36 лотов на общую сумму 41,5 миллион рублей. С этим категорически не согласилась налоговая служба. Там считают, что такой подход не позволит реализовать имущество по максимально высокой цене, а также сохранить производственный комплекс. Фанерный комбинат АФК «Система» достроят в этом году. Сейчас в Кировской области уже работает вятский фанерный комбинат, входящий в АФК. В прошлом году началось строительство еще одного предприятия – компания. Закончив строительство в этом году, там будут производить березовую фанеру большого формата, который сейчас пользуется спросом. Инвестиции составят порядка 5 миллиардов рублей. Коротко несколько цифр. На 50% акций компании «Кировпассажир Автотранс» нет покупателей. Мингосимущество продлило срок подачи заявок на аукцион по покупке. Акции перевозчика. 2 миллиона рублей в долг по ставке 7% годовых смогут получить победители областного конкурса «Предприниматель года». Лишь у 8% кировчан не возникает конфликтов на работе, говорят результаты опроса компании «Хэтхантер». Завершение курсов валют. Доллар стоит 56,38 евро. 60 рублей 60 копеек. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». 101 АФМ.